Здравствуйте, меня зовут Рави Кумар, я из Индии, в настоящее время я живу в Москве. Я преподаю йогу, также я травматолог-ортопед в настоящее время. Я брикстер. Рави Кумар Давлуру. Родился 23 сентября 1975 года в Индии. Занимается йогой с 10 лет. После школы приехал в Россию для обучения в Российском университете дружбы народов по специальности лечебное дело. В 2001 году Рави начал преподавать йогу в Индии, а с 2004 в России. В 2007 году получил образование специалиста по травматологии и ортопедии в Московской медицинской академии имени Сеченова. любит русскую кухню, особенно борщ. У меня родители были тоже более трясонные люди. И они хотели, чтобы мы получили знания, ведические знания тоже. Школьные знания, то, что сейчас на западной, да, можно сказать, что в мире сейчас все как на западной. То есть школа, значит. Это физика, математика, биология, английский, вот это все. Но он не дает не учить человеку, как жить правильно. Жить, это тоже надо учиться, да. Как нужно жить, как нужно относиться к тому, что рядом с нами. То есть это предметы, природа, люди. Как нужно относиться к себе, да. Вот это современные школы не дают вообще. Они дают только карьерный рост. А вот это ведические знания, которые, да, они воспитывают человека. Чтобы человек близко к природу. Как нам создала природа? Чтобы близко, постоянно находились, близко к природу, не близко к технологиям, да, полностью. Чтобы одновременно и это, и это. В школе, пока я учился, каждую неделю мы занимались йогой. Отдельный урок был. Там преподавали ведические танцы, ведические музыки, боевые искусства древние. Также самые веды, вот этот мантры, который называется. После школы я в институт в России приехал. И такой, все, вот это 6 лет, которые я в России был, то есть не занимался ничем. А ведь то есть просто не получилось из-за обстоятельств. Потом после института я уехал в Индии. Там работал врачом и активно продолжал заниматься йогой. Субтитры подогнал «Симон» Это надо всегда смотреть на учителя первым, когда учился. Сколько он уже в йоге. Если он учился, там сам занимался больше 5 лет, вот тогда можно сказать, что... То есть меньше вероятность травмирует. Первый раз, если ученик хочет заниматься, и всегда в йога-центр, если в любой йога-центр как-то заходит, надо смотреть, какие уровни есть. Подробно спросить, какой уровень для кого. Обычно объясняют, что никогда не занимались, значит, вам нужен начальный уровень. Начинайте, потом тихонечко будет и следующий уровень. Потому что в каждом уровне есть базовый, да? То есть только вот такие позы и всё. Больше глубокие не сделаем в этом уровне. И тогда вот такой подход, когда это будет безопасно. Вот столько на головах часто, когда молодые учители, неправильная техника. То есть уже через месяц, если человек вот такую позу выполняет, есть вероятность, что он получает травму шеи. Начинается протрузия, грижа, местопозвоночные диски. После операции или после травмы, да? Сразу человек там ЛФК, реабилитация, вот это отделение, да? Это хорошо. Если продолжать, если, как врач говорит, реабилитация 6 месяцев, значит, он должен делать 6 месяцев. Обычно люди, сколько там, 2 недели в отделении был, они показали, что надо заниматься. За 2 недели он немножко знакомится, что такое реабилитация и ЛФК, да? Потом печатает и говорит, занимайся по этому. То есть он забудет за 2 дня, и всё, реабилитации нет. После этого опять, как обычно, и начинаются потом побочные эффекты, там, неправильные, да? Поздные побочные эффекты после операции или травмы, там, ограничение суставов или... А йога, она более доступна, чем ЛФК. В Москве более 300 йога-центров. А йога, как физкультура, можно, то есть самое ближайшее место, каждый день ходить, заниматься. И если смотреть на самом упражнении, то, что ЛФК говорит, вот, нет ни одного упражнения, ЛФК, которое не даём йоге. Всё то, что ЛФК даёт, это всё йога есть. Потому что йога, она... любые движения — это йога. Вот острые травмы, да, конечно, надо всегда в современном месте. Там перелом, надо идти к врачу, температура высокая, и всё. Надо принимать как положенные антибиотики. Хронически, да, я согласен, что очень много хронических болезней. Даже после травмы контрактуры, да, это всё очень... Йога очень хорошо помогает. К нам часто идут ученики спиной. Сколиоз, грижи, да, вот это самое распространение. Также коленные суставы, да, также стопика, плоскостопия, тазобедренные суставы, то есть артрозы. Артрозы разные суставы. Тоже часто. И из других нозологий — это гипертонические болезни, сахарный диабет, печень, особенно после алкоголя, да. Печень плохо работает, и потом начинать йогой заниматься. Состояние, конечно, улучшается. Всегда телу нужно движение. Вот то, что не хватает в современной городской жизни. Йога очень хорошо помогает во время беременности. Мы учимся правильно дышать, правильно использовать вот это дыхание, правильное направление. Поэтому для беременности это очень важно, дыхание. Особенно во время рода дыхание очень помогает. И, соответственно, за счет дыхания человек учится убрать стресс. Дыхание — это самая простая вещь, которая помогает стресс убрать. Йога-тур — это туристический пакет, который включает в себя не только отдых, но и занятия йогой. В йога-тур можно отправиться как в пляжные страны, такие как Индия, Греция, Италия или Тунис, и совместить там йогу с отдыхом на побережье, но и, например, в Швейцарию или Норвегию. Там приятным дополнением йога-программ станут красивая природа и мягкий климат. Ограничений в йога-турах нет. Отправиться в путешествие может любой желающий. В такие туры всегда ездят группой от 15 до 20 человек под руководством тренера. Йога-тури, вот в Индии тоже это есть. Это, то есть тут сразу как два зайца, да? То есть первый – это отдых. Второй – правильный отдых. То есть физически мы пользу получаем от отдыха. Не просто отдых, значит, там лежать на пляже и все, ничего не делят. Надо отдыхать и одновременно не физически отдыхать только, и умственно. То есть в йога-туре мы занимаемся йогой активно и одновременно отдыхает человек. Вот. Йога-тури всегда в природе. Поэтому то, что в обычной жизни нет, в йога-тури мы и получаем. Это далеко от населения, то есть не в городе, да? В природе, глубоко в природе. На море часто. И практика, то есть это интенсивная практика. Это отдых. То есть человек отдыхает с семьей или сам один, да? То есть на пляже отдыхает или в свободное время отдыхает. И одновременно смотрит то, что находится в этом месте. Если в Индии, местная культура. Если в Алтай, там природа и культура. Если в Европе, там. Вот йога-тури раз в год, она очень хорошо помогает, продвигает. Первый, практика йоги. Второй, она очень хорошо дает энергию на весь год. Потому что два недели заниматься йогой по 5-8 часов. И остальное время отдыхать. Человек отдыхает осознанно. Он отдыхает на все три уровня. Физический, умственный и духовный уровень. В Индии в России очень любят. В России считают почти как свою страну. Как свои считают. Поэтому, когда меня отправили в Россию, мои родители особенно не волновались, что вот этот культурный контраст будет. Психологический контраст. Только волновались, что природный контраст. То есть, там тепло очень, а тут очень холодно. Сказали, что там будет холодно. И все. Вот. И в Индии, как обычно, ходит тапочка, футболка. Холодно значит, надо одевать ботинки или кроссовки. И сверху там что-то еще вверх. То есть, мы на учиться язык сюда пришли. Русский язык учить. Целый весь год мы, то есть, первый год мы ходили в кроссовках весь зимой. Вот. И кожаная куртка. Мы особенно не ходили на улице. Учили нас в Дружбе народов. В университете я учил. Общежитие прямо перед ним. Там можно сказать, что соседний подъезд в нашем институте был. Поэтому быстренько. Институт домой, институт домой. В этом не успели, особенно замерзать тоже. А индийский посылок, который меня дал. И то, что наш учитель Ла Йенгар, он очень много говорит, тоже, тоже. Йоговский, философический, ведический посылок, то, что мне нравится. Сарвей джана сукхино бхаванту. Если это индийское. Вот. Я даже использую этот слоган, подсловицу для нашего йога-центра. Сарвей, значит, все, джана существо, сукха, значит, счастливым. Бхаванту будет. То есть, пусть все существо будет счастливым. Счастливым и материальным, если это люди. Счастливым физическим здоровьем. Счастливым, духовным, душевным. Вот это меня очень нравится. И стараюсь вот это применять в своей практике. Стараюсь. Но не знаю, сто процентов, когда получу. Но я к этому стараюсь.